Оказаться на территории завода сейчас несложно. Вход, как говорится, свободный. Хозяева вот этого автомобиля решили этим воспользоваться. Но вывезти груз не успели. На пути встали стражи порядка. Преградили полицейские дорогу и вот этому водителю транспортного средства. Теперь он и его напарник в статусе подозреваемых в уголовном деле о краже. Мы не знали, что это заводский, там Таотский. Так-то раньше занимались, как там. Так, на офисе занимались. Ну, не только разноролочные. Ну, то, что это такой криминал, вы не знали, да? Ну, откуда-то. Вместо серьезной охраны на предприятии уже несколько месяцев лишь два человека, которые, как установила проверка, территорию не обходят и фактически не контролируют. Сообщения о неизвестных, которые вносят, а чаще всего вывозят имущество, поступают от граждан. Либо подобные факты выявляются в ходе ночного патрулирования. Мы увидели подозрительную автомашину «Газель» желтого цвета, в которую неизвестные нам граждане грузили металл. Далее мы подъехали, перегородили дорогу в машине, вышли и представились перед данными гражданами и спросили, что они здесь делают. На что данные граждане не могли пояснить понятного ответа, ставили нервный. Далее мы вызвали следственную оперативную группу и доставили в отдел полиции номер 4. При поступлении в управление города сообщений о противоправных действиях в отношении имущества бывшего завода незамедлительно организуется выезд на место сотрудников полиции. Злоумышленников с этого адреса задерживали неоднократно. За этот год уже у нас порядка 12 правонарушений, которые были зафиксированы. Сначала это были какие-то диггеры, которые туда непонятно зачем, для разведки, наверное, потом это уже были люди, которые пытались похитить. Об усилении охраны предприятия конкурсный управляющий был предупрежден и не раз. Но зашевелился представитель лишь после того, как получил свой адрес представления от полицейских. Теперь, по его словам, они сделают все, чтобы защитить территорию. Выставит нужное количество охранников, установит камеры слежения и восстановит ограждение. Эллада Абжалимова, Наталья Грошева, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.